Отличным подкормом считается куриный помет, но он богат азотом, фосфором, калием и кальцием. Помет благоприятно сказывается на состоянии почвы, даже если вы вносите его раз в два года. Помет активно применяется огородниками за счет того, что он не содержит токсинов, способен сохранять свои полезные свойства в течение двух-трех лет, питает практически все известные культуры, от овощей до ягод. К тому же куриный помет способен ускорять созревание плодов и укреплять иммунитет, ограждая культуры от различных заболеваний и вредителей. Чаще всего используют именно раствор из куриного помета. Для его приготовления возьмите полтора килограмма свежего или гранулированного сухого помета, разведите в 10 литрах воды и поливайте томаты с расчетом около 1 литра на куст. Лучше осуществлять такой подкорм сразу после дождя или после полива чистой водой. Также старайтесь не увеличивать дозировку помета, иначе вы можете обжечь корни томата. Следующим хорошим средством является гуматкалия. Он является активатором роста для томатов, улучшает их качество, увеличивая количество витамина в составе. Также защищает от неблагоприятных условий, снижая уровень стресса при пересадке или во время скачков температур. Обезопасить культуру и укрепить ее иммунитет вы можете перед посевом, замочив семена в растворе из 10 мл гуматокалия и литра воды на 10-15 часов. Во время полива томатов используйте 10 мл жидкого гуматокалия, растворенного в 10 литрах воды, а для опрыскивания разводите 60 мл гуматокалия в 10 литрах воды. Растворы используйте из расчета 3-6 литров на 100 квадратных метров при опрыскивании и 10-20 литров на 10 квадратных метров при поливе. Еще одним эффективным и дешевым вариантом считается древесная зола. Она содержит все необходимые для растения полезные элементы, благоприятно влияет на иммунитет помидор и ускоряет рост растений. Для приготовления средства растворите 10 столовых ложек золы в 5 литрах воды и настаивайте в течение двух суток, периодически помешивая. После чего поливайте помидоры по 500 мл под каждый куст и используйте золу в сухом виде, рассыпая ее во время посадки в каждую лунку. С помощью подкормок можно к тому же влиять и на вкус культур. Одной из таких является цитовид. Она способна в разы улучшать вкус томатов за счет азота, фосфора, калия, магния, серы, железа и многих других элементов, входящих в состав этого средства. Для приготовления раствора разведите 1,5 мл цитовида в 3 литрах воды и опрыскивайте томаты раз в 2 недели. Также есть несколько полезных советов, которым пользуется большинство огородников и получают шикарный урожай. Не забывайте про освещение для помидор, темноту они не любят. Жить без воды им тоже не по нраву, поэтому старайтесь чаще их поливать. Нормой считается полив 1-2 раза в неделю во время активного роста из расчета 5-12 литров на квадратный метр или 3-4 литров на куст. А если вы однажды забыли полить томаты и почва сильно пересохла, снизьте порцию воды и поливайте из расчета 1 литр на куст.